Сын и Святаго Духа Слово на Рождество Христово, Лев Великий Возрадуемся, возлюбленные Спаситель наш ныне рождается Не должно быть место скорби там, где обретает рождение жизнь Которая уничтожая, страх перед смертью Дарует нам радость обладания обещанной вечностью Никто не отлучен от соучастия в этом ликовании Ведь повод к радости общей для всех Господь наш, неиспровергатель греха и смерти Не отыскав хотя бы одного безвинного Пришел, дабы всех сделать свободными Хуже ликует святой, ибо приближается к славе Пусть радуется грешник, ибо даруется ему прощение Пусть воодушевляется язычник, ибо призывается к жизни Сын Божий в полноте времен, следуя неохватные глубины Замуслу Божественного Ответа Для того принял природу рода человеческого Чтобы возвратить ее своему Творцу Дабы отец смерти, дьявол Через нее, одержав победу Ею же и был побежден Эта битва Начатая ради нас велась по великому Достойному удивлению Закону справедливости Всемогущий Господь не в своем величии, но в нашей Уничиженности вступил в борьбу с лютейшим врагом Противопоставляя ему именно этот образ и эту природу Униженности наши причастные, но не причастные к какому-либо греху Рождеству Господа чуждо то, что сказано обо всех людях Никто не чисто от скверны Даже младенец, который прожил на земле всего один день Ничто в это беспримерное Рождество не вошло от вожделения плоти Ничто не влилось от закона греха Избирается дева из колена царя Давида, который воспринял Святой плод благочил Бога человеческое потомство принимает сперва душу, а потом уже и тело И чтобы, не ведая тайну высшего замысла, столь необыкновенного делу Не оказалась ина объята страхом Из ангельской беседы узнает о том, что в ней действовал святой дух Поэтому не считает это потерей целомудрия та, которая скоро станет матерью Божией Ведь зачем приходить в отчаяние от необычности зачатия той, которой обещается действие от могущества Всевышнего Более того, чудесная плодовитость, дарованная Елисаветия, ухрепив веру девы Послужила еще одним доказательством того, что тот, кто даровал зачатие бесплодное, без колебаний отдаст его и деве Итак, слово Бога, Бог, Сын Божий, который вначале был у Бога, через Которого все начало быть И без Которого ничто не начало быть Вочеловечился для избавления человека от вечной смерти И так, без умоления величия, преклонил себя до восприятия нашей ничтожности Что всегда, оставаясь тем, чем он был, принимая в себя то, чем не был Сочетал в себе истинный образ раба с тем образом, которым он равен Богу Отцу И таким союзом соединил обе природы, что как прославление не исчерпало нишу из них, так и присоединение не умолило Вышнюю Таким образом, поскольку не повреждены свойства обеих природ в одном лице сошедшихся, то величие воспринимает уничиженность Сила немощность, бессмертие, смертность ради нашего искупления нерушимая природа соединяется с природой Подверженной страданию и Бог истинный человек истинный сочетаются в единстве Господа Иисуса Христа так Что Он единственный посредник между Богом и людьми Исцеляя нас, мог умереть как человек и воскреснуть как Бог Итак, рождение Спасителя нисколько не нарушило непорочности Девы, ибо стражем целомудрие стало рождение истины Такое Рождество возлюбленное подобало Божией силе, Божией премудростью Христу И оно, как соответствовало нам человеческими свойствами, так и отличалось божественностью Ибо если бы не был Бог истинный, то не даровал бы нам искупление А если бы не был человек истинный, то не преподал бы нам примера Поэтому, когда рождается Господь, ликующими ангелами воспевается Слава Вышнее Богу и на земле мир человека в благоволении Ибо видят они, что небесный Иерусалим создается из всех народов мира Сколь же великое ликование об этом неописуемом деянии и божественной любви Следует питать уничиженности человеческой, когда ему так радуются небесные ангелы Итак, возлюбленные, через Сына возблагодарим Дух и Святом Бога Отца Который по великому милостердию своему возлюбил нас И жалился над нами и нас, мертвый по преступлениям, оживотворился Христом Так, чтобы быть нам в нем новой тварью и новым образом Сложим себя ветхого человека с делами его и став соучастниками рождения Христа Отречемся от дел плоти Осознай, о христианин, знание свое и соделавшись причастником божественностиства Недостойным образом жизни, не возвращайся к ветхой ничтожности Помни, чьей главычьего тело являющееся частью Вспомни, что исторнутый из власти тьмы и перенесен ты в свет и Царство Божие Через таинство крещения стал ты храмом Духа Святаго Не изгоняй из себя обитателя дурными действиями Не вергай себя снова в рабство дьяволу Ибо цена твоего скупления из крови Христова И в истине тебя будет судить тот, кто в милосердии тебя спас Он же с Отцом и Духом Святым царствует во веки веков Аминь